Музыка Короткое, но четкое имя Дио для многих любителей тяжелой музыки всегда ассоциируется с нечто особенным. Особенным до того, что к чему не прикасался бы в свое время его уникальный голос, на выходе всегда получалось только волшебство. Коммутирующее уникальную способность заставить своего слушателя не только включать воображение, но и оживлять в голове всякие там магические и сказочные образы из его композиции. Несмотря же на такую себе нездоровую в хорошем смысле этого слова страсть к радугам, подземельям и драконам, этот человек сделал в свое время просто умопомрачительную карьеру и впоследствии стал в один ряд с главными зачинщиками мирового хардрог-совершенства. Поиграв же в Радуге, а потом и в Великом Блэк Саббат, которые несомненно дали нашему подопечному славу и уверенность, в середине 80-х уже со своей командой сам составил им конкуренцию. Всем привет, с вами Вульф и сегодня в Меломании первая часть истории о Harden Heavy Metal группе под названием Дио. Что ж, к 1983 году Ронни Джеймс Дио уже достиг, казалось бы, замечательных творческих успехов, причем даже дважды. Как я уже сказал выше, будучи вокалистом Rainbow, середины 70-х в свое время помог бывшему гитаристу Deep Purple состряпать три потрясающих альбома, вошедшие потом в историю тяжелого рока. Так что та термоядерная напыщенность и помпезность гитары Ричи Блэкмора превосходно сочеталась с витиеватой лирикой и мелодичными гармониями вокала от Ронни. В начале же 80-х Дио, чего ж там греха таить, в одиночку спас уже почти ушедший в забвение великий Блэк Саббат, при этом не только заставив по-новому зареветь за чинателей хэви металла, но и попутно принудив их двигаться более сглаженно и плавно. Когда же Дио отправился в одиночное плавание, никто не ожидал, что ему удастся хотя бы как-нибудь приблизиться к былым таким высотам. Но выпустив поначалу дебют, а потом еще и еще, Ронни не только доказал всем, что он как минимум не хуже старых своих коллективов, но и впоследствии определил 80-е в качестве одной из лучших Hard and Heavy форм десятилетия, с успешными выступлениями на фестивалях, постоянными турне, наградами и отличными первыми четырьмя пластинками, каждую из которых можно считать теперь классикой. Классикой, куда всегда стремился двигаться Дио, ну по крайней мере в начале своей сольной карьеры. И прошлые годы, проведенные в топовых группах, не прошли даром. И все, что было рождено годами ранее у Rainbow и Black Sabbath, перекочевало удачно, потом и в новую, теперь уже только Ронни, принадлежащую персональную творческую вселенную. По сути, как потом оказалось, представляющий себя гибрид из материи Heaven and Hell с 50-го и Ryzen 1976-го. Но так ли все это плохо? Конечно же нет, ведь именно голос Ронни, как нельзя лучше, давал рифам, несмотря на их происхождение, звучать еще красивее и ярче, срастаясь потом в одно целое. Ему для этого нужно было лишь немногое, чуть больше свободы и уважения. Rainbow и Black Sabbath давали это всего лишь отчасти. Так что не мудрено, что Дио в конце концов ушел в соло, собрав свою теперь группу, куда вошли барабанщик Black Sabbath Винни Эпис, бывший басист по радуге Джимми Бэйн и малоизвестный тогда еще молодой гитарист Вивиан Кэмпбелл. С таким составом и был записан дебютный альбом под названием Holy Diver, и присутствовало уже все, что так любил Дио. Тяжелые рифы в стиле Black Sabbath, быстрые рок-н-ролльные хардовые пассажи времен Rainbow, конечно уже более совершенные, минорный ряд со средневековыми темами, свобода творчества и воображения, говорящие посредством мелодичного металла и красивых слов, что без добра не бывает зла, а без зла добра, и у них всегда есть между собой выбор. Более того, Дио старался сочинять тексты неоднозначными, с разными смыслами, чтобы каждому казалось только свое, и тут с ним придется согласиться, чего только народу тогда не чудилось под звуки, например, той же заглавной Holy Diver. В общем, дебют получился, и музыка, звучащая на нем, сразу же оказывает влияние на слушателя, благодаря мощным интенсивным боевикам типа Stand Up and Shout, Мелодичный с классным клавишным рифом Rainbow in the Dark, где Ронни просто вываливает тонны эмоций и чувств. И, конечно же, добавляет эпичности с великолепной Don't Talk To Strangers. Так или иначе, Holy Diver довольно быстро достиг золотого, а потом и платинового статуса. Рецензии пестрели высокими оценками и восторженными возгласами, а поклонники творчества вокалиста так и вовсе прыгали от радости. Внутри же самой группы ситуация также была благосклонна, все были мотивированы, прекрасно уживались друг с другом и хотели работать вместе и дальше. Так что турне в поддержку альбома прошло с явным успехом, где потом обосновался и новый клавишник коллектива, Клоуд Шнелл, влияние которого слышно уже на новом диске Дио под названием The Last In Line 1984 года. Если вы подумали, что Дио превратился в аур-группу, и клавишник бывает даже больше, чем гитарного звучания, то вы, конечно же, ошиблись. Музыка нового детища от Ронни, наоборот, даже добавила агрессивности. Ди клавишные стали лишь прекрасным дополнением составляющей к интересному позиционированию творчества Дио, как чистого продолжателя духа стиля Hard and Heavy. Вообще, если слушать сразу же сначала Holy Diver, а потом Last In Line, то разница ощущается сразу же, хотя пластинки по сути очень похожи. Выражается это тем, что все-таки спустя год после выхода дебюта музыканты реально сыгрались, и каждый член команды выдавал из себя просто сногсшибательные уровни мастерства. Гитара Кэмпбелла хоть и не переигрывала голос Дио, что, конечно же, было противопоказано регламентам, но отлично потом показывала себя как в проигрышах, так и в соло. Ритм-секции совместно с клавишными также были на высоте, добавляя к изумительной игре гитары и вокала свою огромную долю изысканности и драйва. Особенно это слышно на великолепных Египте и Мистери, и в одном случае доступное музыкально приятное действие, прочно и надолго влетающее в голову своим чуть ли не аорно-гитарным клавишным исполнением и запоминающимся припевом, Сотрудничает с театрально-эпическим драматическим элементом, мрачной и атмосферной завершающей альбом хэви-балладой. Так или иначе, The Last In Line своего добился, принеся любителям классного мелодичного металла очередную порцию теперь уже так называемой диамании, начавшей свое новое теперь сольное восхождение к середине 80-х. На этой волне креатива и успеха чуть больше чем через год Ронни Эко выпускает третий свой номерной альбом под названием Sacred Heart, ставший с одной стороны как в коммерческом плане более-менее успешным, а с другой получился, мягко говоря, каким-то неоднозначным. В плюсах было то, что Дио наконец-то удалось воплотить возможность в свои сценические задумки, да еще как, шоу наших подопечных еще долгое время тогда считалось одними из самых интересных и дорогих в мире, со всеми этими лазерами и механическими драконами, запросто конкурируя с признанными мастерами театрализированных эффектов, наподобие Элиса Купера или Iron Maiden. В минусе была музыка, нет в принципе ничего практически не поменялось, это все так же было мелодичное Hard and Heavy, задуманное еще командой двумя годами ранее, со своими сильными рифами и классической концепцией хард-рока. И такие вещи как King of Rock'n'Roll или Rock'n'Roll Children и особенно эпическая одноименная Sacred Heart тому доказательство. Но это всего лишь малая часть диска, а так куда подевалась атмосфера? Прежде всего таинственности и волшебства, на ее место пришла какая-то нерешительность, предсказуемость и простота. В основном все композиции, кроме вышеперечисленных, не созидают, а даже мешают, разрушая по ходу общее качество этого неплохого по сути альбома. Те же Fallen Angels, Another Lie, Just Another Day по одиночке очень даже хороши, но вместе с совсем другой по духу той же Sacred Heart это какой-то нонсенс. Добавим сюда вообще неподходящую глэмовую почти шут-шут, на выходе получаем какой-то поток из клише тогдашних середины 80-х. Например, явно смахивающих на Twisted Sisters. Короче говоря, альбом 1985 года, хотя и не соответствовал на все 100% качеству предыдущих релизов, но все равно оставлял немало приятных моментов. Музыка все-таки была, как ни крути, высочайшего качества, просто Дио был тогда на распутье, куда и как ему двигаться. Одна его половина, закаленная прошлые годы, не давала ему идти полностью в поп, другая же подчинялась условиям тогдашнего музыкального рынка. Взять хотя бы опять же тот же Sacred Heart, где Ронни провел себя как музыкант, находящийся как бы с собой не в контакте со своим даром. Что мы потом слышим, некоторые недоумения относительно того, что является по определению его лучшим, а что худшим. Видимо тогда и сказывается отсутствие таких столпов, как Ричи Блэкмор или Тони Айоми, по жизни лидеров и диктаторов, которые не допускали таких волнистых несоответствий, по крайней мере совместно с Дио, так это уж точно. Dream Evil с одной стороны продолжал концепцию Sacred Heart, только уже почти начисто был лишен хитов, как например на альбомах Holy Diver или The Last Line, с другой он был уже более цельным, чем его предшественники. Во всяком случае, песни четвертого альбома стали намного атмосфернее и главное вернулось то самое Дио-волшебство, так полюбившееся многим на первых его работах. Все так же, как и раньше, мы сполна можем ощущать темноватое и загадочное звучание, окрашенное классными клавишами и красивыми соло. К тому же, стоит конечно же сказать, что на гитаре уже играл не Кэмпбелл, ушедший скоропостижно после записи Sacred Heart попсовый White Snake, а некий Крейг Голди, заменивший впоследствии Вивиана, настолько классно, что по первой не замечаешь разницы. Что ж, я немного слукавил, разница конечно же есть. В Голди, в отличие от Кэмпбелла, моментально сразу же слышится огромный дух блюза. Когда Вивиан, это чисто британский рок-н-ролл. В Голди играет вальяжно и четко держит ритм. Кэмпбелл же более хайтичен и стремительен. В общем, несмотря на такие отличия, с гитаристом Дио все-таки повезло, и Dream Evil получился, конечно, не лучшим, но и не худшим. При этом Ронни попытался сбалансировать вещи, не выходящие теперь за его только ему присущую территорию, с якобы несоответствующими гармониями, так ярко присутствующими на предыдущем опусе, что ему с лихвой удалось. Удалось впервые спустя три, в принципе, звучащих одинаковых альбома. Если на Sacred Heart Дио боролся сам с собой, пытаясь найти в своих песнях, куда ему идти дальше, то Dream Evil все расставил на свои места. И впоследствии дорога повела нашего героя в мрачные потаенные закоулки классического хэви-метала. При этом, если злой сон брал прежде всего своей атмосферностью, то следующий диск стал апофеозом всего того, чего так желала душа Ронни. Добавил к его любимой изысканной темной сказочности изрядную долю металлической тяжести. Но об этом мы уже поговорим в следующей части. У нас с вами был, как всегда, Вульф. До новых видео меломании. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова